Три-четыре дня покажут нам, что будет с Чечнёй. Вот фактор Кадырова. Если человек в коме, если он ещё жив, а если нет, то всё равно подключённый ко всем аппаратам жизнедеятельности. С какой целью и для чего? И что произойдёт в случае всё-таки смерти Кадырова? Судьба Чечни. Давайте об этом поговорим. Ну, здесь как, либо Шах умер, либо Ишак, либо я, по известной поговорке. Мы не знаем состояние Кадырова, то ли умер, то ли нет. Знаешь, как говорят, умер-шмумер, лишь бы был здоров, как говорят в Одессе. Но мы можем предположить простой вариант. Что делал Кадыров? Кадыров держал Чечню за огромные деньги. Поэтому я так понимаю, что сейчас ищется другой стабильный, нормальный, в понимании Путина, человек, который за вот эти огромные деньги, там порядка под 5 миллиардов долларов в год, которые выплачиваются Чечне, за то, что её лидер держит Чечню. Потому что, конечно, на фоне выборов никаких волнений Путину не нужно. Поэтому я думаю, может, это будет Делимханов, может быть, не важно, кто это будет. Кто-то будет. Может быть, это будет кто-то из окружения самого нынешнего Кадырова. Во всяком случае, любые эксцентричные варианты могут быть, вплоть до его 15-летнего сына, который избивает оппозиционеров лично, показывая свою... Может быть, всё, что угодно. Но самое главное, мы понимаем идею то, что будет. Не будет никакого восстания, ничего этого не будет. Вот эти все разговоры, которые мы читаем в интернете, вот это вот, что значит Чечня вспыхнет, Чечня, что-то там такое будет, она будет отделяться, там куда-то отделяться, куда ей отделяться от таких денег. Просто вынь да положь, 5 миллиардов долларов каждый год кладутся на счёт, ну, фактически, лидера Чечни. Он строит там дворцы и так далее. А что значит отделяться? Там выросло сейчас поколение, которому отделяться просто... Зачем отделяться, если у всех полные карманы денег? Поэтому, как было, так и будет. Путин сделает всё, и это несложно. Для того, чтобы в Чечне было спокойствие. А что касается Кадырова, ну, что-то там почки, шмочки, я не знаю, что у него такое. Ну, заболел человек, посмотрим. Скрыть смерть его не удастся. Конечно, все бегают, конечно, все пытаются понять, что там происходит. Но если говорить политически и стратегически, то с Чечнёй не изменится ничего. Ну, да, там разные новости приходят. Ну, чаще новости о том, что он всё ещё не приходит в сознание. Якобы у него констатировали отмирание мозга, вызвали врачей из Арабских Эмиратов. Такие новости вот сегодня утром тоже появились. Но давайте сейчас о том, что на месте прилёта по нитебазе в Сочи нашли обломки дрона. Значит, взрывы в Балашихе. И похоже, что вот этот способ стратегии перенесения войны на территорию России, он всё ещё достаточно эффективен. Российские власти предпочитают его не замечать. Вот делают вид, что всё в порядке. Никак не коммунируют. Но насколько эта стратегия может быть эффективна в вопросе завершения войны в Украине? Насколько это может поприять? Как вы думаете? Потому что вот когда мы выросли президент в растерянности, потому что он не знает, что он будет войну. Есть тактика, есть стратегия. Стратегия, безусловно, это Крым. И хотя некоторые блогеры, к моему удивлению, абсолютно проукраинские блогеры вдруг стали писать, причём от себя, они не куплены, что Украине никогда не удастся взять Крым, на что я не отвечаю им, а просто сдаю вопрос в воздух. А, собственно, почему? Россия стагнирует, это видно. У России оружие сокращается, кто бы ей там не помогал. Это крохи. Украине помогают принципиально, и помощь только расширяется. Мы знаем, что, ну, практически, что уже подписана история по поводу вот этих дальнобойных ракет американских, которые действительно грозное оружие. И с самолётами, мы знаем, движется история. Просто там сложно, там надо инфраструктуру делать и так далее. Но об этом много говорили. И стратегия, это, безусловно, Крым. Хотя заложенный, господин заложенный, главнокомандующий украинскими войсками, это человек с сюрпризами. Они могут дойти до Крыма, один шаг остаётся, и вдруг взять и заняться другим направлением. Ведь там же идёт игра. Там необходимо создать, с одной стороны, куда-то двигаться, а с другой стороны, ограниченный контингент, вот этот, который существует в Украине. Правда, он большой. Порядка 350-400 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Пусть даже мы их называем мясо, но это мясо берёт оружие и стреляет. Поэтому Украина заставляет или делает вид, или на самом деле, мы этого не знаем, решать России сложнейший вопрос. Куда отправить войска? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова